Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео посвящена российскому рынку ценных бумаг. Находится ли он на дне, стоит ли его покупать в настоящий момент и что же делать, да, то есть вроде бы коррекция есть, но многие опасаются, что может быть еще ниже и, соответственно, спрашивают мнение, что я думаю по этому поводу, какой стратегии придерживаться. Смотрите данное видео обязательно до конца, если вы хотите понимать, что лично я думаю по этому поводу. Итак, друзья, что мы наблюдаем в настоящий момент? Что российский рынок снижается, что риски достаточно высокие, у многих компаний увеличивается налоговая нагрузка, у экспортных компаний, которые были ориентированы на западные направления, возникают существенные проблемы, потому что ограничивают возможность экспорта, покупки, все, что с этим связано. И закономерный вопрос, да, то есть по итогам второй половины 22 года, начала 23 года, когда будет установлен потолок цен на нефть российскую, когда вот эти вот все факторы, все санкционное давление разовьется, что называется, во всей красе, стоит ли вообще сейчас смотреть на российские компании, стоит ли их покупать или нет. Итак, более глубинная история такая. Давайте вспомним ситуацию с ковидом, когда принимались определенные решения, которые не нужно иметь семь пядей во лбу, понимать, что они будут иметь очень и очень негативные последствия. То есть то, что Федеральная резервная система США напечатала дополнительно почти 4,5 триллиона долларов. Это же было понятно с позиции экономики, что такое количество увеличения денег, денежной массы, неизбежно приведет к инфляции, а инфляция, в свою очередь, неизбежно приведет к рецессии, потому что на нее надо будет реагировать, нужно будет повышать процентную ставку, которая убьет экономику. Но тем не менее мы видим, что на всю очевидность данного решения, рассудительного решения, когда экономисты говорят, ребят, что же вы делаете, это приведет к беде. Решение было принято. То, что мы наблюдаем в настоящий момент, очевидное решение, что если вы ограничиваете количество энергоресурсов, которые поступают в Западную Европу, один из таких регионов, где значительное потребление, когда вы ограничиваете поставки сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, когда вы ограничиваете поставки удобрений, которые влияют на урожайность, и опять-таки это удар по продуктовой корзине. То есть фактически, если посмотреть, за последние три года совершаются вещи, которые приводят к тому, что, ну то есть если вот посмотреть, всю, весь информационный шум убрать, принимаются решения, принимаются очень быстро, принимаются единогласно, принимаются практически по всему развитому миру. Все эти решения касаются разгона инфляции. Вот в этом видео мы говорили по поводу инфляции, кому она все-таки выгодна и почему. Очень советую его посмотреть, чтобы сложился пазл. То, что происходит в настоящий момент в конечном счете, приводит к тому, что будет разгоняться инфляция. С какими-то промежутками, с какими-то паузами, да, то есть будет период ужесточения денежно-кредитной политики. Но в конечном счете мы уже видели прецедент, когда Банк Англии пошел по пути ужесточения денежно-кредитной политики, обвалился рынок долга, возникли серьезные проблемы у негосударственных пенсионных фондов, у пенсионных фондов, у страховых компаний. И он через три дня вынужден был выйти на рынок опять с эмиссией, чтобы опять покупать. Опять включил печатный станок, который привел к еще большей инфляции. Почему я про это говорю? Потому что краткосрочно, то есть какая связь между вот этими глобальными историями, да, и российским фондовым рынком. На самом деле самое прямое отношение, то есть санкции, которые наложены в настоящий момент, конечно же неизбежно приведут к тому, что российские компании, компании стоимости будут получать меньше выручки, будут получать меньше прибыли, будут получать, выплачивать меньше дивидендов или вообще откажутся от выплаты дивидендов. И это приведет к пересмотру по финансовой модели дисконтирования денежных потоков, пересмотру целевых цен, то есть сколько справедливо стоит данная компания. И российский рынок на самом деле еще может упасть от текущих значений до пятидесяти процентов, когда будут пересматриваться эти показатели справедливой стоимости. Но то, что мы наблюдаем и будем наблюдать следующие там два года, печатание денег обернулось в итоге ужесточением денежно-кредитной политики. Финансовые ограничения, которые являются следствием санкций, которые налагаются на российскую компанию, на мировом рынке скажется, то есть спрос на энергоресурсы, на продукты питания, на минеральные удобрения, калийные удобрения, останется тем же, а предложение резко сократится. То есть когда спрос остается тем же, а предложение уменьшается, цены на товар начинают расти и разгоняют инфляцию. В экономике, в природе все циклично. Это обернется тем, что цены на товары вырастут, на энергоресурсы вырастут, на продовольствие вырастут и в конечном счете будут решать этот вопрос опять бесконтрольной эмиссией. А рост цен на товар, получается, что российские компании на самом деле находятся в выгодном положении. У них производственная база, производственный комплекс, позволяет производить условно 100 единиц товара сейчас, из-за того, что в отношении каких-то компаний, которые были ориентированы на запад, они могут до 80 процентов производства сократить, потерять выручки. Это, конечно же, повлияет на стоимость компании, о которой я говорю, до 50 процентов могут упасть. Но в конечном счете, из-за того, что товар продается по более высокой цене, будет очень большой задел. Из-за того, что стоимостные компании производственные, в дальнейшем, когда все-таки экономика, которая является базисом, экономическим базисом политической надстройки, политики в итоге придут к выводу о том, что людей нужно кормить. И в конечном счете какие-то санкционные ограничения будут уходить. Ситуация со специальной военной операцией опять-таки будет постепенно сходить на нет, какие-то договоренности все равно будут подписаны. В первую очередь санкции будут касаться снятия вот этих вот ограничений на энергоресурсы, на продовольствие, на производство минеральных удобрений. Это вот первый момент. Теперь что делать? То есть рынок уже упал на 50 процентов. Максим, раз вот ты так сказал, то я тогда дождусь, когда еще упадет на 50 процентов от текущих значений. Есть такие мысли, таких людей очень и очень много, которые говорят о том, что это отлично. То есть если актив стоил 100 рублей, упал на 50 процентов, это получается 50 рублей стоит. А если упадет еще на 50 процентов, будет стоить 25. Я вот по 25 рублей куплю, чтобы потом, когда он снова будет стоить 100 рублей, заработал 300 процентов. Хорошая идея, отличная. То есть я здесь всеми руками за, за одним исключением. Давайте приведу некую такую метафору. Все мы знаем, что магазин устраивает распродажи. То есть бывают скидки 30 процентов, бывают скидки 50 процентов, бывают скидки 70 процентов, бывает до 90 процентов доходят скидки на распродажи. Что здесь хочется сказать, на чем вы подумали? Когда скидки достигают значений 70-80 процентов, скажите, напишите в комментариях, в скольки процентных случаях вы покупали то, что вы хотели. Ну то есть есть какой-то хороший товар в магазине обуви или магазине одежды. Есть у него скидка там 70 процентов, до этого было 50 процентов. Вы приходите в магазин, но как правило это или маленькие размеры или большие размеры, которые вам не подходят. И поэтому получается, что мы вроде бы эти цены видим, но воспользоваться этими ценами мы не можем. Это первая история. Поэтому если вы видите хороший товар по привлекательной цене в два раза дешевле, чем вы могли его купить еще 12 месяцев назад, то почему у вас возникает вопрос не купить его? Можно при этом дождаться 70 процентов, изъездить все магазины, зайти, если это какой-то сетевой магазин, найти нужный вам размер. Но это больше нервов, это больше информации, которую нужно получать. И в этом случае ответ на вопрос достигли российского дна, он не очевиден. То, что для меня точно очевидно, что активы, которые стоили год назад, сейчас продаются с дисконтом 50 процентов. И в этом случае для меня определенный интерес представляют компании, первое, компании, которые уже были ориентированы на азиатский регион. Примером, допустим, может являться, если мы понимаем, смотрим нефтегазовый сектор, есть компания «Роснефть», есть компания «Лукойл». У «Лукойла», у него, соответственно, ориентация больше была западная. Она более глобальная была, активы были за рубежом. Если мы говорим про «Роснефть», 80 процентов объема добычи нефти у «Роснефти» шло уже в Китай по долгосрочным контрактам. Поэтому «Роснефть» можно рассматривать в качестве объекта для инвестиций. Но это не говорит о том, что я куплю по самой выгодной цене, но я точно куплю с дисконтом 50 процентов. Дисконт 50 процентов, фактически, в отличие, допустим, от той же самой вещи, которой выходит новая коллекция, она может быть не актуальна. Когда мы говорим про обувь или одежду, когда мы говорим про такой актив, как акции, добывающие компании, энергетические компании, которые добывают, перерабатывают нефть. Нужно понимать, что эти акции, они как бы всегда актуальны, это является некой машиной по производству денег, которая сегодня продается со скидкой 50 процентов. Краткое резюме. Лично я считаю, что российский рынок не достиг пределов. Это первое. Второе. Не покупать в такие периоды я считаю преступлением. То есть, покупать нужно именно в этот период. Третье. Когда и если активы будут торговаться еще с дисконтом в 50 процентов, ребят, поверьте мне, в 2008, 2014, 2020 году я присутствовал на рынке самостоятельно, я присутствовал на рынке с клиентами. Я видел дисконты, которые доходили до 90 процентов, но когда активы падают на 90 процентов за один год, за полтора года, желания купить с этим дисконтом ни у кого не возникает. Здесь важен вопрос дисциплины и стратегии. Поэтому нужно, конечно же, иметь в портфеле кэш. Нужно очень активно думать над вопросом сохранения своего текущего дохода и увеличения своего текущего дохода. Чтобы у вас была возможность докупать актив. И еще большим преимуществом является то, что в будущем, когда размер дивидендных выплат и прибыли восстановится, вы уже сейчас, во-первых, покупаете в два раза дешевле, во-вторых, вы для себя фиксируете долгосрочную дивидендную доходность в два раза больше. Поэтому покупайте, присоединяйтесь. Есть отличный проект. Миллион долларов за 8 долларов деньги. Я создаю капитал в 1 миллион для каждого из своих четырех детей. Каждый месяц стабильно, регулярно покупаю акции в портфель, получаю дивиденды, направляю их на реинвестирование. Сейчас размер портфеля каждого из детей превышает 1 миллион рублей. Более 30% денег, которые инвестируются по прошествии четырех всего лишь лет, уже получаются в форме дивидендов. Многие российские компании отказались от выплаты дивидендов, но даже уменьшенные дивиденды позволяют сейчас из 100 долларов дополнительно порядка 30-40 долларов ежемесячно направлять уже за счет дивидендов, а не за счет своего активного дохода. Если понравилось видео, если у вас есть свое собственное мнение по данному вопросу, что вы все-таки ждете, когда будут еще больше дисконты, оставьте данный комментарий. Под данным видео мне будет интересно. Возможно, на основе данных комментариев родится новое видео. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Удачи, всего хорошего. Пока-пока.